Первая психологическая, я говорю, это неопределенность. Люди не могут жить в состоянии неопределенности так долго. Это психологический стресс, это вредно и для здоровья тоже. То есть, первая психологическая. Вторая экономическая, то есть работа, выживание фактически. Третья, наверное, все-таки проблема безопасности, то есть война. Люди не могут чувствовать себя в безопасности. Особенно на окраинах. Сюда же входит то, что нет нормального, скажем, государства, которое бы защищало своих граждан. То есть, они чувствуют себя в безопасности с точки зрения уголовной беспредела. Я же говорю, люди, скажем так, разочарованы в Украине, которая не дает им ничего и никаких сигналов. Они разочарованы в России, они не верят в то, что могут состояться ДНР и ЛНР. Поэтому самоидентификация, наверное, все-таки житель несчастного Донбасса, если раньше там житель Донбасса, то сейчас житель несчастного, всеми брошенного, всеми преданного Донбасса и обижаемого. Это такая ущербная очень самоидентификация, вот этот синдром жертвы, который часто заставляет идти на эмоциональные действия людей. Это проблема и для России, в том числе, и для нас, для всех, кто окружает этих людей. Когда люди не знают, у кого искать защиту, вот тот же нереализованный патернализм, который есть там действительно, ну как и везде, там его нет, скажем, субъекта или объекта, за счет которого можно было бы этот патернализм реализовать. То есть, люди чувствуют себя брошенными. И они не могут ждать, ну вот, гарантии какой-то безопасности вообще от кого-то чего-то хорошего. Вот это серьезная проблема. Проблема, да, вот растущих детей, которые растут, скажем, на ложных идеологических установках. То есть, проблем бесконечное множество. Но главное, это все как в этой пирамиде Маслоу, да. То есть, безопасность, самоуважение. Вот практически все вот эти слои этой пирамиды, они там нарушены, они не удовлетворяются никем. Поэтому понятно, что люди находятся в очень тяжелой психологической и эмоциональной ситуации.